12 августа депутат Мособлдума Александр Легков посетил Сергеево-Посадский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Оптимист» под ведомственным учреждением Министерства социальной защиты населения Московской области. Коллектив центра давно знает Александра Геннадьевича как неравнодушного человека, всегда готового оказать помощь подопечным «Оптимистам». Недавно Александр Легков откликнулся на предложение возглавить попечительский совет учреждения. В новом качестве он ознакомился с работой, проводимой в реабилитационном центре в рамках программы по наказам избирателей. Первым объектом, на котором остановил внимание профессиональный спортсмен, депутат Мособлдума Александр Легков, стала новая спортивная площадка с мягким покрытием. Вот сюда ближе появится беседка, рядом с ней лавочки. И у нас есть еще такие интересные спонсоры, это Загорская ГАЭС, компания «Русгибра». Они нам покупают музыкальную площадку уличную. Это такие элементы разные, которые звучат. Александр Легков также ознакомился с недавно приобретенным и столь необходимым в работе центра реабилитационным оборудованием. Его вниманию были предложены утяжеленный жилет Совы, используемый в качестве средства, помогающего ребенку при гиперактивности и дефиците внимания, при аутизме, ДЦП, ряде других заболеваний и одеяло Совы, которое работает как сенсорный тренажер, увеличивая поступление в мозг информации от рецепторов прикосновения и давления, находящихся на поверхности и внутри тела. Еще одним важным приобретением учреждений являются аппараты ДЕНОС и ЭЛГОС. Основное преимущество глубокой осцилляции, на котором основан принцип работы аппарата ЭЛГОС, заключается в том, что глубоко проникающий терапевтический эффект достигается даже при минимальном механическом воздействии. Это позволяет проводить лечение даже в тех случаях, когда затруднительно или невозможно вообще применение традиционных видов массажа. Футболисты дали большую нагрузку и вот сейчас проходят лечение. Вот это у нас аппарат такой электростимуляции при помощи насадки. Мы ему делаем... Держишь? Не держа. Улучшаем питание к коленному суставу. Электростимуляция проходит. Нет мышцы, кость и ткани. Улучшения-то есть? Вчера были соревнования у него. А так тебе не болеть, да? Сейчас ты просто улучшаешь все. Он к нам пришел, колено было отекшее, он не мог ходить. Были сложности на тренировке, а сейчас мы ему сняли этим аппаратом. Еще физию, еще массажем. Мы его как бы поставили на ногу. У меня когда колени болели, я так же приезжал, мне делали магнит. Вставляли ногу прям такой, полукруг там магнит. И еще вот так же через электричество лекарства туда. Это ультразвук у нас. А это вот новый аппарат, он как раз через вибрацию улучшает питание и трофику. Это вот тоже по наказам на спирателе. Спасибо большое. Александр Легков побывал в зале, в котором маленький подопечный центр «Оптимист» с недавних пор имеют возможность играть напольный керлинг. Учреждения работают специалисты, проводящие на высоком профессиональном уровне медицинские, психологические, педагогические и социальные мероприятия. Это профессионалы, которые выбрали для себя путь помощи детям. Труд медицинской сестры по массажу Марина Сергеевна Ревенко был высоко оценен Московской областной думой. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с 60-летием она была награждена почетной грамотой. Мы сюда частенько приезжаем, смотрим, что закупается на депутатские наказы, то, что здесь очень большая активность, очень много людей добрых работает, которые занимаются, восстанавливают детишек, помогают им как-то реализовываться в жизни, выбирать проблемы, которые у них есть. Мы здесь предложили возглавить попечительский совет, но я с огромным удовольствием это сделаю и будем вместе дальше сотрудничать, потому что, ну, сами понимаете, во-первых, в любом случае, неважно, детишки болеют или не болеют, они, это наше все, и самое основное, что может быть в этой жизни, это дети. Ну, а здесь по возможности, чтобы детишки могли убирать эти сложности, трудности, которые у них есть, с огромным удовольствием будем дальше работать в этом направлении. В Центре «Оптимист» есть свой попечительский совет, и у нас это не формальный орган, это люди, которые действительно болеют душой за судьбу Центра, и люди, которым мы, в свою очередь, доверяем. И вот у нас сегодня такая новость, Александр Геннадьевич Легков теперь возглавил попечительский совет Центра «Оптимист», а это значит, что Александр Геннадьевич теперь имеет больше ответственности, больше обязательств перед нашим Центром, ну и, соответственно, мы тоже имеем перед ним обязательства. Мы каждый квартал отчитываемся перед нашим попечительским советом о том, что сделано, и одна из задач попечительского совета – это улучшать материально-техническую базу Центра, ну и, естественно, контролировать нас. И сегодня Александр Геннадьевич, он, с одной стороны, посмотрел на то оборудование, которое было приобретено с участием его как депутата и через Московскую областную думу, и, с другой стороны, посмотрел, насколько эффективно оно у нас используется и реализуются те наказы, которые мы, как избиратели, в том числе, давали ему в прошлом году и перед прошлыми выборами. Елена Георгиева, Сергей Власов, День города.